Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 из страха, как бы кто-нибудь другой не занял его место у нас. Но я подозреваю, что он почти ничего не видит. Нет, нам бы нужно другого проводника. Он нас не слушает, а нас много. Он до три монахини. Вот и все зрячие в нашем приюте. И все они старше нас. Я уверен, что он заблудился и теперь ищет дорогу. Но куда он пошел? Он не смеет бросать нас. Он ушел далеко. Кажется, женщин он предупредил. Он только с женщинами разговаривает. А мы-то что же, в конце концов, надо будет пожаловаться. Кому ты пожалуешься? Не знаю, посмотрим. И все-таки, куда он пошел? Я обращаюсь с этим образом женщинам. Он устал после долгой ходьбы. И кажется, он на минуту присел вместе с нами. Ему не похидел уже несколько дней. После смерти доктора он стал всех сторониться. Он почти все время молчит. Не знаю, что с ним произошло. Он непременно хотел выйти сегодня. Сказал, что хочет посмотреть на остров в последний раз при солнечном свете до наступления зимы. Зима, кажется, будет холодная и долгая. С севера уже приплывают льдины. Он очень волновался. Сказал, что вследствие сильных дождей река вышла из берегов укрепала плотины. А еще он сказал, что его пугает море. Уж очень оно волнуется, а береговые скалы невысоки. Он непременно хотел посмотреть все сам, но нам и ничего не рассказал. А сейчас должно быть он пошел за хлебом и водой для помешивания. Он сказал, что уходит далеко. Подождем. Перед уходом он долго держал мои руки. Его руки дрожали, словно от страха. А потом он поцеловал меня. Я спросила его, что случилось. Он сказал, что ничего не знает. Сказал, что царству стариков, видимо, приходит конец. Что он хотел этим сказать? Я не поняла. Он сказал, что идет к большому маяку. Разве здесь есть маяк? Да, в северной части острова. Он говорит, что огонь маяка виден отсюда, пробивается меж ветвей. Сегодня он был как-то особенно грустен. Мне кажется, в последнее время он часто плачет. Я тоже плакала, сама так не замечая. Я не слыхала, как он ушел. Я почувствовала, что он улыбнулся печальной улыбкой. Я почувствовала, что он закрыл глаза и что ему тяжело говорить. А нам он ничего не сказал. Вы не слушаете, когда он говорит. Вы жепчетесь, когда он говорит. Уходя, он сказал нам только покойной ночи. Должно быть теперь поздно. Уходя, я почувствовала, как будто отходил ко сну. Я чувствовал, что он глядит на меня и повторяет «Покойной ночи! Покойной ночи!» Голос меняется, когда говорящий смотрит веку. Куда пошел он за хлебом и за водой? Он пошел по направлению к морю. Его годы к морю не ходят. Разве мы близко к морю? Да. Помолчите, и вы сейчас его услышите. Субтитры создавал DimaTorzok Да. Да, кажется, я слышу что-то шумит невдалеке. Оно как будто бы спало, а теперь проснулось. Напрасно он завел нас сюда. Не люблю я этого шума. Вы же знаете, что остров невелик. Голос мой расслышан сразу, как только выходишь заглядывать в мир. Никогда я раньше его не слышал. У меня такое чувство, будто сегодня оно совсем-совсем близко. Я не люблю слушать его вблизи. Я тоже. Да ведь мы на прогулку не просились. Напрасно он завел нас так далеко. Он хотел, чтобы мы насладились последними солнечными днями, прежде чем нас запрутно всю зиму в приюте. А я предпочитаю не выходить из приюта. Он еще говорил, что мы должны знать тот остров, где мы находимся. Всего острова он сам еще не осмотрел. Всего острова он сам еще не осмотрел. Здесь есть гора, куда никто не взбирался. Долины, куда люди не опускаются. Гроты, куда никто не проникал. И еще он сказал, что нельзя вечно дожидаться солнца под сводами дартуара. Он хотел привезти нас на берег моря. Сперва он пошел туда. Он пошел туда один. Христос Фактус тес Прогово Он праг. Нам нужно подумать, как жить. За стенами приюта не на что смотреть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нужно узнать, где мы! Мы не все хотим узнать! Кажется, мы далеко от дома. Все звуки стали мне не знакомы. Уже давно я слышу запах мертвых листьев. Не видел ли кто-нибудь раньше этот остров? И не скажет ли он, где мы? Все мы были слепы, когда пришли сюда. Мы никогда его не видали. Что зря волноваться? Он скоро придет, он вернется. А больше мы с ним никуда не пойдем. Всю мне праздник на острове. Мы всегда гуляем по большим праздникам. Я еще спал, когда он уходил. Он тронул меня за плечо и сказал, вставай, вставай, солнце уже высоко. А разве солнце светило? Я никогда не видел солнца! А я видела солнце, когда была совсем молода. Зачем он выводит нас на солнце? Кто из нас его видит? Я вот никогда не могу сказать, гуляю я в полдень или в полночь. Я предпочитаю гулять в полдень. Тогда мне мерещится яркий свет, и глаза мои делают усилия, чтобы открыться. Он мог бы гулять с нами по двору. Там находишься под защитой стен. Выйти нельзя, бояться нечего. Дверь заперта. Я всегда ее запирал. Кто-то коснулся моего левого локтя. Я тебя не трогал, я не могу коснуться тебя. Но кто-то коснулся моего левого локтя. Я тебя не трогал, я не могу коснуться тебя. Кто-то тронул меня за локоть. Никто из нас тебя не трогал. Я хочу уйти отсюда. Може, открой, нам где мы? Мы не можем ждать его до скончания, Офига! Как мы далеко от приема? Пьет полночь? А может в полдень? Кто знает, скажите! Не знаю! Думаю, что мы в тени! Я хочу есть! Я хочу есть и пить! Как давно мы здесь? Мне кажется, я здесь испоконный кровь! Я начинаю догадываться с делом! Нужно идти туда, где пробило полночь! Вы слышите? Мне кажется, что мы здесь не одни! Я давно подозреваю, а нас подслушивают! А другие, другие ничего не слышали! Вы всегда молчите! Мы прислушиваемся! Я слышу, пришло полиции! Боже! Боже! Открой нам! Где мы? Я начинаю догадываться, где мы! Карибют стоит на том берегу большой реки! Мы прошли старый мост! Он повел нас в северную часть острова! Мы на берегу большой реки! И если прислушаться, мы, может быть, услышим ее шум! Нужно идти туда, если он не вернется! День и ночь там идут корабли, и матросы, возможно, увидят нас! Может быть, мы в том лесу, что окружает бояр, но я не знаю, как нам отсюда выйти! Кто хочет пойти со мной? Станемся здесь! Подождем! Подождем! Мы не знаем, где большая река, а вокруг приюта тот! Подождем! Он вернется! Он должен вернуться! Кто помнит, как мы сюда шли? Он объяснял вам на ходу? Я пропустил ему ушей! Кто из нас слушал? Вперед! Будем слушать его! А нет ли среди нас местного уроженца? Ты же знаешь, что все мы издалека! Мы прибыли за море! Я чуть не умер во время плавания! Я тоже! Мы все трое из одного прихода! Говорят, в ясную погоду отсюда и доцепь! Это в северной части! Церковь без колокола! Мы случайно пристали к берегу! А я совсем из другого края! Откуда? Я теперь не смею думать о нем! Я почти его не вспоминаю, уж очень это было давно! Там холоднее, чем здесь! А я издалека! Откуда же ты? Не сумею тебе объяснить! Как я тебе объясню? Я могла бы показать знак, который мы больше не видим! Я долго скиталась! Я видела огонь, горы, воду, лица, необычайные цветы! Таких на острове нет! Здесь слишком темно и холодно! Я перестала узнавать аромат с тех пор, как перестала видеть! А еще я видела родителей и сестер! А я была совсем вина и не понимала, где их! Я играла на берегу моря, но как я ясно помню, что была свячей! А еще однажды я видела снег с высокой горы! Я начинала различать тех, кто говорит несчастье! Что ты хочешь этим сказать? Я и теперь различаю их по голосу! Некоторые мои воспоминания становятся ясней, когда я не думаю о них! А у меня нет воспоминаний! Что-то снова пронеслось под небом! Зачем ты прибыла сюда? Кому ты задаешь этот вопрос? Нашей юной сестре! Мне говорили, что он исцелит меня! И я буду видеть! И тогда я покину остров! Мы все хотим покинуть остров! Мы останемся здесь навсегда! Он слишком стар! Он не успеет нас исцелить! Уложа на утю Я же уileм до утю Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Напрасно мы касаемся друг друга руками. Глаза видят больше, чем руки. Иногда я вижу ваши тени, когда вы на солнце. Мы никогда не видали дома, где мы живем. Напрасно ощупываем стены и окна. Мы не знаем, где мы живем. Говорят, это старинный залог неуютный и мрачный, куда не проникает сверху, за исключением башни, где живет священный. Тем, кто не видит, не нужно света. Когда я пасу в стадо, недалеко от приюта, овцы вечером возвращаются сами, едва завидев свет из башни. Они ни разу не заблудились. Мы уже давно живем вместе, но мы никогда не видели друг друга. Можно сказать, что каждый из нас живет в одиночестве. Чтобы любить, нужно видеть. Иногда мне снится, что я вижу. Я вижу только, когда сплю. Я вижу сны только в полночь, о чем грезить, когда руки неподвижны. Кто-то коснулся моих рук! Никто из нас тебя не трогал. Кто-то коснулся моих рук! Мы сами не знаем, кто. Кто-то взял меня за руки! Мы не знаем, кто. Я устала сидеть. Мне скучно здесь. Становится холодно. Давайте сядем ближе друг к другу. Нет, нет, я боюсь подняться. Давайте лучше останемся на своих местах. Не хочешь? Это наша бедная сестра трет себе глаза. Она все время трет себе глаза. Я слышу это в каждую ночь. Она помешанная. Она ничего не говорит. Она не говорит с тех пор, как родила ребенка. Она как будто всего боится чуть-чуть. А вы? А вы? Вы не боитесь? Что? Вы все? Да. Нам страшно. Нам так долго уж и страшно. Зачем ты это спрашиваешь? Не знаю, не знаю, почему я спросил. Просто мне показалось, что кто-то из нас плачет. Не бойся, это повешено. Нет, 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 меня пугает не только ее плачет. Она всегда плачет, когда горлит ребенка грудью. Так плачет только она. Чтобы плакать, нужно видеть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 У нас нельзя одолеть, а здесь оставаться. Уходим! Закуда идти? Не важно! Уходим! Уходим! Надо, что я скажу, что-то яснёт! Прислушайтесь! Кто-то идёт. Это он. Это он. Он вернулся. Шаги у него. Мелкие. Как у ребёнка. Не будем его упрекать. Кажется, это не человеческие шаги. Кто ты? Кто-то изжается над нами. Ведь мы так долго ждём. Кто ты положил мне на колени? Кажется, это животное. Да. Да, это собака. Это приюмская собака. Она пришла за нами. Пойди сюда. Пойди сюда! 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 Пойди сюда, поехали кто-нибудь! Нет, нет, она-то... Я не слышу, что пацаны ушли. Она послушала, она нас приведет куда угодно. Я... я... не решаю за ней идти. Я тоже. Почему? Она же видит лучше нас. Давайте не будем слушать женщин. Что за... изменилась на небе? Конкурс, толчища, мне и легче мешать. Кажется, это ветер с моря гуляет здесь. Неверное счастливее. Как будто бы он состает. Кажется, я голодан. Дорога. Она меня тянет. Она меня тянет. Давайте за мной. Мы вернемся в приют. Давайте за мной. Осторожно. Аккуратно. Куда ты? Подождите нас. Аккуратно. Подождите, стойте. Стойте. Пока, нените за мной, я сейчас вернусь. Собака остановилась. Что это такое холодное? Я коснулся чего-то очень холодного. Тебя плохо слышно. Говори громче. Где ты? Я вам говорю, я чего-то коснулся. Кажется, я коснулся лица. Что? Что? Мы не понимаем тебя. Что с тобой? Говори громче. Я все еще не понимаю, что это. Среди нас мертвец. Мертвец? Кто? Кто-то умер. Я не понимаю, что укусилось. Объясни, я не понимаю. Кто умер? Кто умер? Кто умер? Кто умер? Кто умер? Кто умер? Оставись, скорее. Леди нас мертвец. Я стою рядом с мертвецом. Мы все однодренно сидели рядом с мертвецом. Я коснулся мертвого лица. Говорите всем. Говорите, чтобы я слышал, кто жив. Говорят. Я жив! Я живой! Я живой! Я живой! Я понимаю, что вы все говорите одинаково. У всех голос дрожит. Кажется, кто-то не отозрался. Вы ж не помешаны или? Нет, нет, она здесь, рядом со мной. Я слышу, что она жива. Мне думается, это священник. Да, он стоит. Давайте все сюда стоим. Значит, он не умер. Где он? Сюда. За мной. Идем. 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 Сюда. Идем здесь. Идем. Ты здесь. Ты здесь? Да, я тут. Ты здесь. Я здесь. Да, это я. Это он. Я узнаю его. О боже, что будет с нами? Отец. Отец, это вы? Мы здесь. Мы пришли к вам, Отец. Отец, отверьте нам. Воды, быть может, он еще жив. Быть может, нам удастся его отходить. И он доведет нас обратно в приют. Нет. Бесполезно. Я не слышу его сердца. Он накоченел. Он умер, ничего нам не сказал. Он должен был нас предупредить. О, какой он был старый. Он умер, мы не казая, касаясь его лица. Он не стоит. Он сидит на камне. О боже, а мы не знали. Мы ничего не знали, как он, наверное, мучился. А ведь он нам ничего не говорил, он всего лишь пожевал нам руки. О, отец. Ведь не всегда узнаешь. Нет, не то, что не всегда, а никогда. Давайте встанем на колени и поболимся. А, нет, я боюсь встать на колени. А ведь не знаешь, куда становишься. Разве он был болен? Он нам не говорил. Уходя, уходя, он что-то шепотом сказал нашей юной сестре. Что он ей сказал? Она не желает отвечать. Ты не желаешь отвечать? Почему? Почему? Где ты? Отзовись! Покойной ночи. Покойной ночи. Это вы его замучили. Это вы его уморили. Вы не хотели идти вперед. Вы устрашивались от предорожника. Вы не начинали есть. Вы постоянно роптали. Я слышала, как тяжело он взлетал. Он пал духом. Разве он был болен? И вы это знали? Вы ничего не знали. Что мы могли видеть нашими жалкими мертвыми глазами? Он нам ничего не говорил. О, Боже. Я три раза видела смерть, но не такую. Теперь, наверное, очередь за нами. Я ничего ему не говорил. Я его не мучил. Я тоже. Мы шли на них безропотно. Он умер, идя за водой для помешанной. Что же нам делать? Что нам? Куда нам выйти? Где собака? Она здесь не отходит от труб. Оттащите. Уведите. Уведите ее. Оттащите. Я не хочу сидеть рядом с трубом. Я не хочу умерать в темноте. Только не будем расходиться. Возьмем здесь за руки. Сядемся на этот обломок. Ближе. Ближе ко мне. Идите сюда. Где? Я здесь. 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 Все ли мы в сборе. Где твои руки? Сюда. Сюда. Ближе ко мне. Становится холоднее. Как холодны твои руки. Что ты делаешь? Я положила твои руки себе на глаза. Мне показалось, что я сейчас прозрею. Кто-то плачет. Кажется, это рыдает помешанная. Она не знает всей правды. Мне кажется, что все мы здесь умрем. Может быть, кто-нибудь придет за нами. Кому теперь прийти? Не знаю. Монахи не могут прийти из приюта. По вечерам они не выходят. Они никогда не выходят. Нас могут заметить люди с маяка. Они не спускаются со своей башни. И все-таки они могут нас увидеть. Они смотрят только на море. Я слышу ветер сголодным. Как тогда земля? Я слышу слева какой-то непонятный шум. Должно быть, это волны разбиваются оскал. Мне показалось, это сон у женщины. Я слышу, как ломается Дина. Кого это так трясет? Из-за него мы все дрожим на этом камне. Меня окоченели палец. Я слышу еще какой-то непонятный шум. Кого это так трясет? Из-за него камень содрогается. Должно быть, это кто-то женщин. Кажется, это помешанная дрожит сильнее всех. Совсем не слышно ее ребенка. Кажется, он все еще сосет грудь. Он один мог бы сказать, где мы. Ветер с севера. Звезды. Звезды как будто скрылись. Скоро снег пойдет. Если кто-нибудь из нас уснет, нужно его разбудить. А меня отклонит ко сну. Вихрь крутит сухие листья. Слышите? Слышите, как шумят сухие листья? Кажется, сюда кто-то идет. Я слышу только северный ветер. Я слышу шаги вдалеке. Я слышу только северный ветер. Я слышу шаги далеко-далеко. Кажется, похолодало. А я вам говорю, кто-то пешется сюда. А что это падает? Свет, вот такое холодное. Снег идет. Прижмемся другому? Слышите, шаги! А не пока помолчите минуту. Шаги приближаются, шаги приближаются. Он плачет, он плачет. Должна быть от что-то увидел. Он разоплачет. Я пойду навстречу. Кажется, я слышу чуть-чуть легкие шаги. Я слышу шаги. Платье. Касаюсь северный ветер. Как же с этой женщиной идет? Разве это шаги? Мне дупо, если от коморья коснулась вверх в пилиси. Нет, нет, нет. Шаги, шаги, шаги. Я слышу, что ты? Вперед мы были истин. Сейчас мы все узнаем. Что ты так плачешь? Я жил. Я жил. Что ты видишь? Скажи нам, что ты видишь? Какую сторону он смотри. Касаюсь северный ветер. Кто ты? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok